Ну что, фанаты Лего, как проходит ваше лето? Расслабляетесь? И правильно делаете! А мы уже успели поработать за вас и собрать все главные новости из мира Лего за июль. Усаживайтесь поудобнее, ведь мы пройдемся буквально по всем популярным сериям. В этом выпуске долгожданные новинки по сериалу Асока, пополнение в гараже авто и мотолюбителей, а также самые быстрые фигурки брикхедов и многое другое. И сразу к наборам, которые мы все так долго ждали. Новый сериал про Асоку, премьера которого состоится уже меньше, чем через месяц, обещает фанатам не только новые приключения любимых героев, но и переиздание уже классических наборов Лего. Ожидаемо, Лего анонсировала новую версию Призрака. Модель прибавила как в объеме, плюс 500 деталей, так и в цене, практически двукратное подорожание. За новинку просят уже 160 долларов. Справедливости ради отметим, что осенний флагман стал куда более детализированным, да и фигурок тоже прибавилось. А какая версия вам по душе? Расскажите в комментариях. Компанию Призраку составят еще пара мощных новинок. Шаттл Асоки и И-Винг вместе с истребителем Шанхати. Если Шаттл Асоки, он же Шаттл Ти-6, мы уже видели в наборе 7391 из 2011, то два других звездолета — абсолютные новинки линейки «Звездные войны». Парные наборы с космическими кораблями всегда удавались Лего, так что надеемся, что новинка с И-Вингом не разочарует. Все наборы будут доступны в продаже с 1 сентября. Но если космические корабли не ваша тема, у нас есть новинка, которая точно не оставит равнодушным никого. Только посмотрите на красавца Чубаку в формате крупной сборной фигуры. Набор, который, кажется, не просил абсолютно никто, анонсировали к 40-летию возвращения джедая. От души рекомендуем ознакомиться с описанием товара на официальной странице магазина. Среди ключевых достоинств набора маркетологи называют мини-фигурку Чубаки в комплекте, а также пошаговую инструкцию по сборке. Добавить к этому нам просто нечего. Разве что цену и дату выхода — 200 долларов и 1 сентября. Закрываем тему космических сюжетов супергеройской новинкой — звездолетом главных героинь фильма Марвеллы. Похоже, еще только ленивый не раскритиковал сет за абсурдно высокую цену. Почти что 100 долларов за 420 деталей. Да и дизайн мини-фигурок ситуацию не спасает. У двух из трех персонажей самые обычные ноги без принтов. Но если вдруг вы планируете покупать набор ради трех котят, то, пожалуйста, расскажите нам об этом в комментариях под видео. Из хороших новостей, звездолет Марвелов — это не единственная новинка киновселенной. Этой осенью фанатам комиксов предлагают альтернативу в виде коллекционной перчатки Росомахи. Сразу признаемся, эта модель произвела на нас двоякое впечатление. С одной стороны, такой формат наборов уже зарекомендовал себя и будет отлично смотреться вместе с другими коллекционными сетами. Но с другой, похоже, конструкция перчатки слишком сильно повторяет другие похожие модели. А значит, нового в ней разве что цвет и коготочки. Как бы то ни было, решение о покупке всегда за вами. А мы напомним о цене. От 70 долларов. Зато концепт следующей июльской новинки по-настоящему смог нас удивить. Миниатюрная кинокамера Уолта Диснея — это квинтэссенция лицензионности в Лего. И если вы не любите переплачивать за лицензии, то пристегнитесь. Кажется, дизайнеры уместили в нем рекордное число мультфильмов и фильмов Дисней. Ведь на детали киноленты расположилось сразу 20 стилизованных в Лего кадров из легендарных мультфильмов Дисней. И хотя настоящие винтажные камеры для анимации выглядели совершенно иначе, дизайнерам очень даже удался этот набор. В продаже в сентябре за 100 долларов. Праздник пришел в июле и на улицу фанатов Гарри Поттера. А точнее, на Косой переулок. Осенний бюджет на Лего точно придется увеличить еще на 430 долларов. Ведь анонсировано новое коллекционное издание банка Гринготс. Новинка кардинально преобразилась по сравнению со старой версией из 2011. А уж что говорить о самой первой версии локации из 2002. Но если цена новинки не произвела на вас должного впечатления, возможно, вы вместе с нами удивитесь композиции модели. Похоже, дизайнеры любят жить опасно, раз смогли водрузить такую махину на такую узкую подставку. Проверить устойчивость конструкции ваши коты смогут уже 1 сентября. Из мира сказочного перепрыгиваем в мир сказочных тачек. И тут сразу два мощных пополнения. Во-первых, линейка автомобилей Creator пополнилась роскошным корветом. Классический кабриолет обещает нам и свежий дизайн, и новую деталь лобового стекла. И вообще смотрится очень привлекательно за свои 150 долларов. А любители двухколесных пополнят свои коллекции новым, громадным Yamaha в масштабе 1 к 5. Фанаты LEGO Technic точно порадуются новым элементом коробки передач, который мы наверняка увидим в суперкаре в следующем году. Выложить за мотоцикл придется аж 240 долларов. А быстрее этих новинок может быть только одно существо. LEGO продолжает раскручивать лицензию Sonic'а, и теперь Ёж Бегун заглянул и в серию BrickHeads. Две новые модели с Соником и Тейлзом станут уже 213 и 214 наборами линейки. Обе будут доступны в сентябре по 10 долларов за штуку. Подписывайся на Рарри Брик. До встречи в новом новостном выпуске.